В прошлом блоге вы обсудили экономический рост, то есть долгосрочную динамику выпуска. И вы знаете, какими факторами может этот долгосрочный рост определяться. Однако ежегодный темп прироста ВВП может быть как выше, чем темп среднего долгосрочного экономического роста, так и ниже. Да. Так я же говорю, не работал микрофон. Так лучше? Хорошо, спасибо. Значит, он может быть как выше, чем же Y, так и ниже, чем же Y, а может быть даже отрицательно. Другими словами, мы говорим о том, что периоды высокой деловой активности сменяются периодами низкой деловой активности. Возникают деловые колебания, которые мы по-другому называем деловые циклы. Деловые циклы включают в себя подъемы и включают в себя спады. Спады мы по-другому называем рецессией. Глубокие спады, глубокие рецессии, длительные рецессии носят название депрессии. Важность изучения деловых циклов как раз связана с тем, что уровень жизни довольно сильно может варьировать в зависимости от состояния экономического цикла, в зависимости, находимся мы в состоянии рецессии или в состоянии подъема. И в этой связи следует отметить, что рецессии и депрессии снижают уровень жизни, увеличивают бедность и имеют колоссально негативные последствия социальные. Например, во время Великой депрессии в США известно, что падение промышленного производства составило около 47%, а падение реального выпуска составило около 30%. Представьте себе это как падение уровня жизни примерно в два раза. В то же самое время безработица по официальным данным превышала 20% и по некоторым оценкам приближалась к 25%. То есть практически каждый четвертый желающий и способный работать человек не мог этого сделать. И, как я уже сказала, насчет социальных последствий, которые неразрывно связаны с рецессиями, в 29-м году, первый год Великой депрессии, количество самоубийств в Америке возросло в полтора раза. Вопросы, которые нам предстоит ответить в этом курсе, состоят в следующем. Во-первых, каковы современные представления о причинах циклических колебаний? Второе, какую политику можно использовать для того, чтобы или предотвращать циклические колебания, или, если они возникают, смягчать эти колебания? При этом я не говорю, что это возможно, я не говорю, что это обязательно нужно делать, я даже пока не утверждаю, что это работает. Я говорю, что мы это обсудим с вами, какие существуют современные представления на этот счет. И, наконец, если мы говорим о современных представлениях, необходимо понять, что с течением времени представления о силовых циклах и о том, как к ним следует относиться, и нужно ли с ними бороться, они менялись. Поэтому третий важный вопрос состоит в том, как с течением времени менялись представления о деловых колебаниях и предпочитаемой политике. При этом, если нужно тут признать, что до сих пор нет какой-то единой модели, которая бы целиком объясняла возникновение рецессии и депрессии, существует несколько конкурирующих моделей, которые предпочитаются разными экономистами. В связи с этим различные финансовые кризисы, различные рецессии не всегда имеют какое-то всеми принятое объяснение или какую-то всеми понятную причину. Например, существуют причины, жаркие споры о последствиях финансового кризиса в Азии 1997 года, правильно ли поступил Международный валютный фонд, навязав жесткую политику или неправильно он поступил. И ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, в том числе от того, чем был вызван этот финансовый кризис и какие могли быть последствия, если бы политика была иной. Если мы с вами посмотрим на длительную динамику ВВП в некоторых странах, ну, относительно длительную, на данных графиках показана динамика ВВП примерно за 30 лет, нет, за 40 лет во Франции, Германии, Соединенном Королевстве и США. Мы здесь увидим, что хотя существует явная тенденция к возрастанию реального ВВП, тем не менее существуют периоды, когда ВВП растут быстрее или медленнее. Из-за чего возникает то более быстрая динамика роста ВВП, то наоборот более медленная динамика. И вот как раз мы об этом и говорим, когда обсуждаем деловые колебания. При этом, если взять график реального выпуска, он сам по себе неинформативен. Неважно, как мы его возьмем, в уровне, как он есть, или если мы возьмем логарифмы, или возьмем вроде индекса, в любом случае сам по себе он неинформативен. Потому что он сочетает в себе и трендовую компоненту, то есть тот самый экономический рост, который вы так подробно обсудили в прошлом модуле, и также техническую компоненту. И мы с вами хотим абстрагироваться от трендового компонента. Мы считаем, что как этот тренд получен, как возникает экономический рост, мы обсудили. А теперь нам нужно обсудить именно циклическую компоненту. А чтобы что-то обсуждать и делать какие-то выводы относительно рецессии или подъемов, нужно представлять, а как выделить эту циклическую компоненту из общего графика ВВП. И на этот вопрос тоже нет какого-то единого ответа. В литературе предложено несколько способов для выделения циклической компоненты. Наиболее известные из них – это лог-линейное дотрендирование, лог-квадратическое дотрендирование, взятие разности и фильтр Ходрика Прескота. Тут у меня на слайдах написано «идр», потому что есть и другие способы, но эти четыре наиболее часто встречаются в литературе. Вот давайте мы их подробно с вами, ну, не очень подробно, скажем, немножко обсудим. Итак, первый пример выделения тренда – это лог-квадратичный тренд. То есть давайте попробуем взять… давайте возьмем логарифм от нашего ряда и подгоним квадратичную регерсию и посмотрим, что останется. На левом графике, на левой части слайда вы видите реальный ВВП на душу населения Аргентины за 50 практически лет и лог-квадратичный тренд. В правой части слайда – это то, что получилось, если вычесть из самого ряда реального ВВП тот самый лог-квадратичный тренд. Что можно увидеть? Можно увидеть периоды явного повышения ВВП над трендом, там, где значение выше нуля, и можно увидеть явные снижения, там, где ВВП, там, где отклонение от тренда отрицательное. Мы могли бы здесь говорить о существовании подъемов и рецессий. То есть у нас ВВП растет, у нас ВВП падает, у нас явные здесь есть точки дна, когда ВВП слишком низкий по сравнению с циклом. Странно, прошу прощения. Проблема такого выбора тренда заключается в том, а откуда мы знаем, что тренд должен быть лог-квадратичный? Почему не какой-нибудь другой? С чего мы вообще решили, что он детерминированный и имеет какое-то определенное уравнение, и это уравнение лог-квадратичное? Здесь мы, в принципе, о том, что сказала рецессия, я сказала, к этому тоже мы вернемся. Второй вариант... Я вернусь еще к определениям, лучше это сделать чуть побольше. Второй вариант – это использование фильтра Ходрик и Прескоп. Здесь мы отказываемся от какой-то детерминированной динамики тренда и говорим, что мы хотим выделить тренд таким образом, чтобы получить с одной стороны плавную линию, а с другой стороны необязательно детерминированную. Это означает, что сам тренд является решением следующей формальной задачи, которая написана на слайде. Я ни в коем случае не призываю вас учить эту формулу наизусть, в этом нет смысла. Я призываю вас ее понять. Так вот, что сделано, что в этой формуле есть? Эта формула состоит из двух сумм. В первой сумме у нас стоят квадраты циклических компонентов, то есть квадраты отклонения от тренда. И стоит у нас сумма, и у нас стоят квадраты. Мы хотим, в общем, эту сумму минимизировать. То есть мы хотим, чтобы циклические колебания были поменьше. Выделить тренд так, чтобы циклические колебания были поменьше. Но с другой стороны мы хотим, чтобы и тренд оставался плавно. А что значит «тренд оставался плавно»? Это означает, что разница значений в тренде, то есть, например, разница между сегодняшним и вчерашним периодом и вчерашним и позавчерашним периодом. Понятно, что мы тут говорим не о сегодня-вчера, мы говорим о кварталах, разница между текущим кварталом и прошлым кварталом, и прошлым кварталом и позапрошлым кварталом, чтобы тоже была как можно меньше. В случае линейной функции эта разница была бы нулевой. То есть, с одной стороны, мы хотим, чтобы циклические колебания были бы не слишком большие, а с другой стороны, мы хотим, чтобы тренд был несколько плавный. И то, насколько эти две задачи для нас важны, относительная важность этих двух целей, она регулируется параметром лямбда. Если лямбда больше, то вес второй части, той самой, когда мы хотим тренд сделать более плавно, он выше. И поэтому, если лямбда очень-очень большая, например, лямбда стремится к бесконечности, тогда тренд становится вообще линейным. В этом случае, если тренд линейный, разница в трендах, разница-разница, она нулевая в любых точках. Наоборот, если лямбда равно нулю, это означает, что меня не волнует плавный тренд или неплавный. Меня волнует, чтобы циклические колебания были как можно ниже. А какие циклические колебания самые маленькие? Нулевые. Это означает, что тренд в этом случае совпадает с самой динамикой ВВП, а циклических колебаний как бы и нет вообще. Но обычно мы берем какое-то промежуточное значение лямбды, не нулевое и не бесконечно большое. Но чем лямбда больше, тем, соответственно, тренд более плавный, а циклические колебания более выражены. С другой стороны, это означает, что в зависимости от того, как я возьму эту лямбду, как я выберу лямбду, в зависимости от этого и результат у меня относительно тренда, относительно цикла тоже будет разным. И в этом проблема, правда, не единственная, но основная проблема фильтра Ходрика Прескота и других фильтров, построенных похожим образом. Возьмем снова данные Аргентины за тот же самый период и посмотрим два варианта получить циклические колебания. В одном случае лямбда равняется 100, и в другом случае лямбда равняется около 6.625. В первом случае тренд более плавный, и поэтому циклические колебания будут выражены сильнее, отклонения от тренда будут больше. Во втором случае тренд более близко повторяет динамику ВВП, и поэтому циклические колебания будут менее выражены, будут обладать меньшей амплитудой. Кроме того, если мы по-разному считаем тренд и можем по-разному получить циклические колебания, возможна ситуация, когда в зависимости от вида выделения тренда мы будем получать разные результаты относительно того, а что у нас происходит в экономике – спад или подъем. И поэтому относиться к способу выделения тренда, когда мы сами выбираем некоторый параметр, нужно с осторожностью. С другой стороны, я сказала, что если мы используем лог-квадратичный тренд, то здесь тоже никто не гарантировал, что это хороший способ выделения тренда. Вот еще один способ выделения тренда, когда он не квадратичный, а тренд выдан линейно на логарифм. Но во всех этих случаях, как я уже сказала, мы с вами, выбирая различный способ построения тренда, мы тем самым определяем, как будут вести себя циклические колебания. И в этом проблема. С другой стороны, я сказала, что нам никто не гарантировал, что тренд должен быть обязательно терминирован. Возможно, он будет стахастическим, то есть случайным. И в эконометрике для того, чтобы исключить стахастический тренд, используется взятие разностей. Поэтому еще один способ посмотреть, а что у нас с циклическими колебаниями, это не посчитать тренд и взять отклонение этого тренда, а сразу посчитать отклонение от… Вот там у меня были просто отклонения от тренда, это относилось к предыдущему графику. А вот то, о чем я сейчас говорю, это вот это. И посчитать сразу темпы прироста. В этом случае у нас есть… Нам не нужно говорить о каком-то конкретном тренде, хотя, в общем-то, когда мы говорим о деловых колебаниях, мы имеем в виду отклонение от тренда чаще всего. Здесь все стандартно, у нас есть динамика ВВП, мы можем посчитать темпы прироста. А дальше, чтобы определить, где у нас рецессия, а где подъем, часто используют такую, скажем, примерную идею о том, что если у нас отрицательный темп прироста ВВП в течение двух кварталов подряд или больше, мы можем говорить о рецессиях. Этот способ выделения рецессий был предложен в 20 веке, в первой половине 20 века, в Национальном бюро экономических исследований США. И до сих пор Национальное бюро экономических исследований следует этому правилу, когда определяет даты рецессий в прошлом. Ну, собственно говоря, это касается не только США, это можно рассматривать уже как такую глобальную примерную картинку или глобальную идею о том, как определить примерно даты начала рецессии или конца рецессии. На этой картинке выделены периоды, когда темп прироста ВВП был отрицательным в течение двух и более кварталов подряд. То есть мы можем видеть, какие периоды считаются рецессией периодами рецессии по США и какие периоды считаются периодами подъема. Примеры США, данные США приводятся довольно часто в экономических исследованиях, как вы уже знаете, как раз из-за того, что существуют длинные статистические ряды. И поэтому можно проследить различные события, какие-то, может быть, взаимосвязи между переменами на длительном промежутке. Что касается российской динамики, то вот на этом слайде вы видите динамику реального ВВП России, начиная с 95-го года. И здесь то же самое, по всему же самому принципу, голубенькими прямоугольниками выделены периоды начала рецессии, когда, опять же, темп прироста ВВП снижался в течение двух или более кварталов подряд. Итак, значит, что мы имеем в виду под циклическими колебаниями? Мы имеем в виду отклонение от тренда. Мы имеем в виду колебания деловой активности. Понятие деловой активности, оно довольно широкое. И в качестве основного индикатора деловой активности используется ВВП чаще всего. Поэтому, когда мы говорим о рецессиях и подъемах, мы смотрим на динамику ВВП. Но при этом держим в голове, что изначально цикл связан не только с ВВП, а вообще со всей деловой активностью. И поэтому во время циклических колебаний, во время деловых циклов, не только выпуск имеет какую-то определенную тенденцию, связанную с ростом во время подъемов и падением во время спадов, но и другие макроэкономические перемены. Есть ли здесь какие-нибудь вопросы? Смотрите, здесь все нормально с масштабом. Вы даже можете видеть, что тот индекс, индекс 2010 года, везде единичка. Поэтому, естественно, там суммы могут быть разные, потому что сам ВВП разный. Но относительно, вы видите, что он начался в Америке, но он имел такое большое влияние на другие страны тоже, что вы видите, что в других странах падение ВВП было не меньше. Относительно. Влияние сильное. Сильное влияние, да. Еще вопросы? Глобальная экономика, рынки связаны. Если вопросов нет, давайте приступим к следующей части лекции. Мы поговорим о стилизованных фактах касательно деловых циклов. Я думаю, вы представляете, что мы имеем в виду под термином «стилизованные факты». Стилизованные факты – это некоторые эмпирические закономерности. То есть, что люди заметили относительно деловых циклов не обязательно в какой-то конкретной одной стране, скорее всего, вообще по международному эмпирту. Первое, что нужно ответить, первый цилизованный факт – это то, что деловые циклы не имеют определенного периода или амплитуды колебаний. Это означает, что мы хоть и представляем, что за рецессией всегда будет подъем, а за подъемом обязательно последует рецессия. Но сказать, через сколько периодов это произойдет, мы не можем. И предугадать заранее, что следующая рецессия будет длиться определенное количество месяцев или следующий подъем будет длиться определенное количество месяцев, мы тоже не можем. Например, опять же, приведем данные США. Я уже сказала, мы используем их как пример страны с длительной статистикой. Самая короткая рецессия продолжалась всего полгода, а самая длинная – 43 месяца. Самая короткая стадия оживления длилась год, а самая длинная – 10 лет. При этом самая сильная падение ВВП составила 27%, я уже говорила, во время деликой депрессии, а самая слабая – всего 0,3% во время рецессии 2001 года. То есть рецессии и подъемы, они разные по длительности, мы не можем предугадать, какая будет следующая, и разные по своей силе. Второй стилизованный факт заключается в том, что деловые циклы несимметричны. К счастью, оживление длится дольше, чем рецессия. Например, опять же, сейчас возьмем американские данные, в США оживление в среднем длится 39 месяцев, а рецессия – 12. Однако, если мы возьмем изменения ВВП в течение одного периода, например, в течение одного квартала, мы увидим, что во время рецессии падение оказывается более сильным, чем подъем в течение того же периода. То есть получается, что изменение выпуска во время рецессии сильнее, чем во время подъема. Тем не менее, выпуск имеет тенденцию к росту именно благодаря тому, что оживление длится дольше, чем рецессия. У вас вопрос был? Нет, это стилизованный факт. Мы видим, что мы смотрим на эмпирические данные и видим, что так происходит. А есть смысл попытаться объяснить или не надо? Я думаю, в течение курса мы об этом поговорим. Поэтому… На этом слайде, если мы возьмем не только американские данные, а данные других экономик тоже… Здесь, правда, показаны только развитые экономики с высоким уровнем жизни, но потом мы перейдем к экономикам, скажем так, с более низким уровнем жизни. У меня тоже есть статистика на этот счет. Так вот, черным столбиком отмечены периоды подъемов, а серым столбиком показаны периоды рецессии. Речь идет о средней длительности рецессии и подъемов в разных странах. Вы видите, что во всех странах, по крайней мере, тех, что перечислены на этом слайде, черный столбик длиннее, чем серый. Оживление длится дольше, чем рецессия. При этом относительная разница оживлений и рецессии может быть разной. Обратите внимание, например, во Франции средняя длительность оживления гораздо больше, чем в средний период рецессии, а в Германии столбики практически равны. То есть есть стилизованный факт о том, что рецессии длятся меньше, чем подъемы, но мы видим, что страны в этом случае тоже неоднородны. Далее я сказала, что во время одного и того же периода времени во время рецессии выпуск падает сильнее, чем растет во время подъема в течение того же периода. И вот статистика на этот счет, правда, не по ПВП, а по промышленному производству. Здесь речь идет о среднем помесячном изменении индекса промышленного производства. Черным цветом показан темп прироста во время подъемов, и серым цветом показано падение во время рецессии. Опять же мы видим, что в этих развитых странах, которые приведены на графике, а последний столбик касается в среднем по странам экономического общества, экономического сотрудничества и развития, организации экономического сотрудничества и развития, извините, вы видите, что во всех случаях серый столбик длиннее, чем черный. То есть это статистика, которая подтверждает, что падение во время рецессии в течение одного периода времени, в течение месяца или квартала, более сильное, чем подъем, чем рост выпуска во время подъемов. Третий факт связан с тем, что после мировой войны, после Второй мировой войны, деловые колебания стали менее выраженными. То есть амплитуда деловых колебаний после второй половины XX века сократилась. Это можно увидеть из следующей таблицы. Первая строчка касается конца XIX-начала XX века. Вторая строчка касается периода до Второй мировой войны и Второй мировой войны. И третья строчка касается периода после Второй мировой войны до 2009 года. Мы видим, что первый столбик, средняя продолжительность рецессии, демонстрирует, что после Второй мировой войны средняя продолжительность рецессии упала. Наоборот, средняя продолжительность подъемов, мы можем сравнить, была 38 и 35, а стала 58, то есть выросла. Средняя длина волны, то есть расстояние от дна до дна, также выросла. То есть цикл стал более длительным за счет как раз расширения стадии оживления. Ну и, наконец, падение ВВП от высшей точки до нижней тоже стало более маленьким в среднем. Но здесь нужно быть очень осторожным в оценках, потому что среди тех шести циклов, которые описывал период начала XX века, включается сюда Великая депрессия. А Великая депрессия – это такой, скажем, outlier среди всех рецессий. Очень сильное падение выпуска, очень длительное падение выпуска, и поэтому, естественно, она не может не влиять на статистические данные. Четвертый факт связан с тем, что динамика компонента ВВП не совпадает с динамикой самого ВВП. Это означает, что большая часть компонента выпуска является более волатильной, чем он сам. Для того, чтобы это понятие увидеть, давайте вспомним, из чего состоит выпуск, если мы посчитаем ВВП по расходу. Если мы посчитаем ВВП по расходу, то мы вспомним, что он состоит из потребления, инвестиций, госзакупок и чистого экспорта. При этом потребления включают в себя длительное потребление и потребление товаров текущего пользования. Туда же мы включаем услуги. А инвестиции состоят из инвестиций в основной капитал, в жилищное строительство и инвестиций в запасы. Вот среди примеров очень волатильных перемен, примеров очень волатильных переменах, чаще всего приводят инвестиции. Потому что, хотя, казалось бы, инвестиции являются частью выпуска, при этом они в 3,5 раза в среднем более волатильны, чем сам выпуск. И мы это видим по картинке. Здесь написано, кроме того, что инвестиции являются проциклической переменной, уже можно ввести эти определения. Понятие проциклической переменной следующее. Перемена называется проциклической, если она растет во время подъема и падает во время спада. То есть ведет себя аналогично динамике ВВП. Например, потребительские расходы или инвестиционные расходы или прибыли, они процикличны. Любая из этих трех переменных растет тогда же, когда растет выпуск. Кроме проциклических переменных мы выделяем контрциклические переменные и ациклические переменные. Если переменная падает во время подъема и растет во время спада, такую переменную мы назовем контрциклической. И пример безработица. Безработица растет во время спада и падает во время подъема. А если динамика переменной никак не связана с циклом, то такую переменную мы назовем ациклической. Но мы отвлеклись. Вернемся к переменной инвестиции. Вот она является, я уже сказала, сильно более волатильной, чем ВВП, и из всех трех компонентов инвестиций наиболее волатильным, наиболее изменчивым является компонент товарно-материальных запасов. Эта переменная также относится к опережающим индикаторам. Это означает, что запасы начинают меняться несколько раньше, чем меняется сам ВВП. Собственно говоря, эти определения я дала. Вот про опережающие индикаторы я только что сказала. Переменные, которые начинали меняться до ВВП, или другими словами, их динамика имеет пик или дно раньше, чем пик или дно имеет ВВП. Противоположные определения – это запаздывающие индикаторы, переменная динамика, которая имеет дно или пик позже, чем ВВП, и те переменные, у которых пик или дно имеются тогда же, когда ВВП – это совпадающие индикаторы. Очевидно, говорить о опережающих, запаздывающих и совпадающих индикаторах имеет смысл только, когда динамика переменной как-то связана с ВВП. Если переменная ациклична, ее динамика никак не связана с ВВП, никак не меняется во время циклических колебаний, то говорит, что она опережающая или запаздывающая, мы не будем. Вот она, обещанная картинка. Снова у нас американские данные. Красным цветом показано отклонение от тренда. Речь идет о логарифме ВВП. А синим цветом показано отклонение от тренда для логарифма инвестиций. И мы видим, что синяя линия гораздо более волатильна, то есть она имеет большую амплитуду, чем красная линия. Вот это как раз и говорит о том, что инвестиции являются переменной более волатильной, чем сам выпуск. При этом тот факт, что инвестиции являются более волатильным, чем выпуск, не является чем-то феноменальным, чем-то особенным. Можно увидеть аналогичную картинку и по другим переменным, в том числе являющихся компонентом валового выпуска. В этой таблице вы видите данные по 120 странам в среднем. И в первом столбце показаны статистики. То есть это среднее значение по странам. Первое сначала стандартное отклонение ВВП, а потом отношение стандартных отклонений потребления к ВВП, госзакупок к ВВП, инвестиции к ВВП, экспорты ВВП, импорты ВВП, чистого экспорта к ВВП и счета текущих коопераций тоже к ВВП. Дальше мы с вами сказали, почему у нас в этой таблице не один столбик, а три. Дело в том, с чего мы начали сегодняшний рассказ. Мы начали с того, что в зависимости от того, как вы посчитаете тренд, в зависимости от этого у вас изменятся и циклические колебания тоже. А если у вас изменятся циклические колебания, то, очевидно, и относительная волатильность переменных тоже изменится. И поэтому в следующих трех столбиках показаны различные соотношения волатильности для переменных, если по-разному посчитать этот тренд. Мы видим, что хотя цифры разные, что очевидно, считаем тренд по-разному, циклические колебания получаем разные, волатильности получаем разные. Тем не менее, цифры отличаются не так значительно, чтобы мы не могли сделать выводы. Мы, например, видим, что соотношение стандартного отклонения потребления к выпуску чуть-чуть превышает единицу. Но это происходит из-за того, что здесь в потреблении включены и длительные потребления тоже. Если исключить из потребления компонент длительного, долгосрочного потребления, а оставить только текущее потребление, то окажется, что наоборот, текущее потребление менее волатильно, чем ВВП. Что довольно логично, потому что в текущее потребление мы включаем что? Это все расходы на питание, расходы на одежду, какие-то услуги. И получается, что подъем или спад, в любом случае, людям питаться надо, одеваться надо, и поэтому эти расходы не меняются очень сильно во время циклических колебаний. Однако, если взять расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили или даже стиральная машина или холодильник, то есть домашние приборы, то вот такие расходы очень сильно варьируют по стадиям экономического цикла. Они являются более волатильными, чем ВВП. И поэтому суммарное потребление оказывается чуть-чуть более волатильным, чем ВВП. Если же посмотреть на все остальные переменные в этом списке, госзакупки, инвестиции, экспорт, то везде мы получаем цифры, значительно превышающие единицу. То есть мы делаем вывод о том, что компоненты ВВП более волатильны, чем он сам. Следующий, пятый факт стилизованный. Деловые колебания связаны со значительными изменениями на рынке труда. И вот про этот пятый факт мы с вами будем говорить в течение всего модуля. Потому что, можно сказать, он в некотором роде является камнем проткновения для разных макроэкономических теорий, пытающихся объяснить циклические колебания. Почему он так сложно поддается объяснению, мы с вами обязательно поговорим, не сейчас. Сейчас мы просто с вами обсудим, что такой факт существует. Во-первых, мы сказали, что безработица строго контрциклична, а занятость проциклична. Но самое важное – это то, что во время рецессии и во время подъемов занятость изменяется сильнее, чем объем использования других факторов производства. То есть можно сказать, что занятость является сильно проциклической переменной. И вот давайте себе запомним, давайте запомним, что занятость является сильно проциклической переменной. Реальная заработная плата является слабо проциклической переменной. То есть проциклическая, но с небольшой волатильностью. И при этом в долгосрочном периоде изменения занятости не оказывают влияния на изменения ВВП. То есть в долгосрочном периоде мы не видим такой сильной связи между занятостью и ВВП, как мы видим в краткосрочном. И вот именно поэтому этот факт необходимо объяснять. Потому что очевидно, что такое высокое изменение занятости связано с деловым циклом. Почему оно происходит и как это объяснить, будем говорить тоже. Это я перевернула обратно. Шестой факт. Деловые колебания имеют большую амплитуду и происходят чаще в бедных странах, чем в богатых. Оказывается, что в бедных странах выпуск в среднем вдвое более волатилен, чем в богатых странах. И причины такие, возможные причины. А возможно, что в бедных странах более волатильное потребление и чистый экспорт. Я вот только что сказала, что потребление оказывается менее волатильным, чем ВВП. Потому что если мы рассмотрим только текущее потребление, то туда мы включим расходы на еду и одежду. А и питаться, и одеваться нужно независимо от того, спад или подъем. И поэтому расходы остаются примерно одинаковыми. Но для стран с низким уровнем развития это не так. И поэтому в бедных странах населению приходится сокращать, в том числе текущие расходы во время рецессии. И поэтому потребление оказывается более волатильным, и выпуск оказывается более волатильным. Такая же история с чистым экспортом. И кроме того, в богатых странах у правительства больше возможностей для проведения контрциклической политики. То есть политики, направленной на сглаживание циклических колебаний. Это означает, что если происходит спад или подъем, прежде всего спад. В богатых странах возможно будет проведено какое-то дополнительное стимулирование, которое позволит сделать спад не таким глубоким. В бедных странах может не хватать либо мотивации на проведение контрциклической политики, либо банальных средств. Кроме того, естественно, что для богатых стран международные финансовые рынки открыты гораздо сильнее, чем для бедных стран. И поэтому для бедных стран во время рецессии доступ на международный рынок капитала может быть закрыт или сильно ограничен. За счет этого у правительства таких стран нет возможности для займов, или по крайней мере эти возможности ограничены. Поэтому возможности для проведения контрциклической политики меньше, и поэтому волатильность выпуска выше. Давайте посмотрим статистику на этот счет. В качестве примера более бедных стран приведены 12 стран Латинской Америки. В качестве более богатых стран включены 12 стран Организации экономического сотрудничества и развития. При том, что продолжительность спада в кварталах в среднем одна и та же, продолжительность подъема в кварталах в более богатых странах выше, а падение ВВП ниже. Это и подтверждает, сделанный нами вывод о том, что в развитых странах рецессии случаются реже, а стадии подъема в более длительной. Давайте сравним. В эту выборку включено 40 бедных стран и 22 богатых страны. Представленные значения отражают отклонения от лог-квадратичного тренда. То есть до этого мы с вами посмотрели, что статистика по трем способам подсчета тренда разная, но данные изменяются не так сильно, чтобы нельзя было абстрагироваться. И поэтому давайте возьмем только один способ осуществления тренда, лог-квадратичный, и возьмем бедные страны и богатые. Да, и мы видим, что в бедных странах выпуск более волатильен, чем в бедных странах. И, собственно говоря, практически все компоненты выпуска по отношению к самому выпуску тоже оказываются более волатильными. Например, в госзакупке 2.46 против 1.73. И то, и другое более волатильно, чем в ВВП, но в бедных странах соотношение волатильности выше. Ну и, наконец, в качестве такого, в качестве информации, которая не требует опять никакого запоминания, не запоминания, а только понимания, я сказала о том, что компоненты совокупных расходов и различные другие переменные могут быть протоциклические, контрциклические и ациклические. И в качестве примера таких индикаторов указано потребление, которое проциклическое, инвестиции проциклические. Госзакупки могут быть контрциклические или ациклические. Если правительство не предпринимает никаких мер по проведению контрциклической политики, то госзакупки не связаны с циклом, и тогда они ациклические. Если правительство принимает меры для борьбы с циклическими колебаниями, то, очевидно, госзакупки растут во время спадов и падают во время подъемов. В итоге становятся контрциклическими. В изработице, я сказала, контрциклический показатель, что логично, она растет во время спадов и падает во время подъемов. Все, что касается безработицы, длительность безработицы, контрциклическая, безработица более длительная на стадии спадов. Реальная заработная плата, я уже сказала, слабо проциклическая. Да. Да. Вот об этом мы тоже в курсе поговорим. Я уже сказала, да, одна из причин, почему может быть более волатильный цикл в бедных странах из-за меньшего возможности проведения контрциклической политики. Но вообще необходимость этой контрциклической политики – это вопрос не такой простой, как он может казаться, даже для богатых стран. И представление о том, нужно ли ее проводить, а если проводить, то как, менялись в течение времени. И мы как раз с вами тоже это будем обсуждать. Так становится, если, смотрите, если правительство ведет себя так. Вот сколько есть у меня сегодня денег, то столько я и потрачу. Если, например, цель состоит в том, чтобы поддержать бюджет на нулевом уровне, то будет именно так, как вы говорите. Потому что во время подъемов налоги будут расти, трансферты будут сокращаться, в итоге доходы бюджета будут увеличиваться, и возможностей для увеличения госзакупок во время подъемов, конечно, больше. В то время, когда считалось, что бюджет должен сводиться к нулю, именно так и происходило. Сейчас стало понятно, что в этом нет смысла. Нет смысла все время держать бюджет на нулевом уровне. И поэтому такой статистикой уже нет. Скажем так. Ну вот, то, что это был пример того, что потребление является проциклической и совпадающей переменной. Вот это пример, это статистика касательно прошлой таблицы относительно переменных проциклических или контрациклических. Потому что для проциклических переменных мы ожидаем положительную корреляцию, например, как для потребления, так и инвестиций. Я имею в виду корреляцию с выпуском. А для переменных контрациклических мы ожидаем отрицательную корреляцию. Например, для госзакупок мы видим отрицательную корреляцию, для экспорта мы видим отрицательную корреляцию, хоть и не очень большую. Из-за этого считается, что экспорт может быть и ациклической переменной. Потому что для ациклической перемены корреляцию мы можем получить как положительную, так и отрицательную, но в любом случае она должна быть небольшой. И вот как раз небольшой она является в этой таблице для экспорта. В других случаях она более большая по абсолютной величине. Это что касается стилизованных фактов экономических циклов. Есть ли какие-нибудь вопросы? Стилизованные факты – это то, что мы видим на данных. А вот почему так происходит? Для этого нам нужна какая-нибудь теория. И самая первая теория, которую можно рассматривать как экономическую теорию, которая пыталась определить и объяснить, как функционирует экономика, – это классическая теория. Безусловно, вы о ней уже немного слышали в рамках других курсов. Давайте поговорим о ней, о том, что касается для нас наиболее важных. То есть как классическая теория представляет себе колебания и формирование выпуска. Ключевые концепции классической теории были изложены в книге Адама Смита «Богатство народов» в конце XVIII века. Другие наиболее известные экономисты классики, кроме Смита, – это Жан Батистей, Джон Стюарт Миль, Дэвид Рикардо и другие. Классическая теория основана на трех основных предпосылках. Во-первых, совершенная конкуренция на всех рынках. Это означает, что на всех рынках всегда устанавливается равновесие. Во-вторых, при принятии своих решений агенты ориентируются на реальные величины. Это происходит из-за того, что цены и заработные платы являются гибкими. Вообще все номинальные показатели являются гибкими. И если, например, изменяется уровень цен, то подстраивается номинальная заработная плата, реальная заработная плата не изменяется, а реальная заработная плата – это то, что как раз интересует фирмы и работу. И поэтому на рынке труда удобно ориентироваться на реальную заработную плату. Третий важный факт заключается в том, что по классической теории экономика состоит из репрезентативных агентов. То есть мы можем считать, что все домашние хозяйства одинаковые, все фирмы одинаковые, и это позволяет нам анализировать макроэкономику в целом как микроэкономическую задачу. Потому что нет разницы между поведением агентов в микроэкономике и макроэкономике. Как же тогда сформировано предложение, производство, выпуск и как функционирует рынок труда у классиков? Спрос на труд формируется с фирмами, исходя из мотива максимизации прибыли. Вот здесь нет указаний на переменные, но давайте подпишем. Буквка П – это прибыль. П – большой уровень С. Ф – производственная функция, которая в общем виде зависит от параметра технологии А, от услуг труда L и услуг капитала K. Номинальная заработная плата W – большая и номинальная аренная стоимость капитала RK, R-post. То есть фирма занимается тем, что максимизирует свою прибыль. Прибыль состоит из разницы между доходами и издержками. То есть стандартная микроэкономическая задача, с которой вы много раз встречались. Для того, чтобы посчитать спрос на труд, нужно выяснить, какое значение труда максимизирует эту самую прибыль. Для этого возьмем производную по L и получим, что первая производная производственной функции по L, F'L или по-другому предельный продукт труда, должен быть равен реальной заработной плате. Реальная заработная плата – это номинальная заработная плата поделить на уровень C. Это позволяет нам нарисовать спрос на труд. Почему? Потому что при каждой реальной заработной плате мы, исходя из этого уравнения, можем получить оптимальную занятость для конкретной фирмы. А раз все фирмы репрезентативны, раз все одинаковые, то значит для всей экономики в целом это тоже верно. И значит мы можем нарисовать спрос на труд, который совпадет с предельным продуктом труда. Стандартная производственная функция имеет первопроизводную положительную, но убывающую. И поэтому спрос на труд – убывающая функция. Функция предложения труда, классиков, ну и вообще, в стандартной микроэкономической задаче, скажем так, получена путем решения задачи потребителя, который выбирает между трудом и отдыхом. С одной стороны, когда он трудится, он получает доход и значит может потребить товар, увеличивает свою полезность. С другой стороны, отдыхать он тоже любит, отдыхая, увеличивает свою полезность. И вот в зависимости от того, какова реальная заработная плата, он делает выбор. В стандартной микроэкономической задаче, из-за того, что действует эффект замещения, эффект дохода, для отдельного потребителя предложение труда для отдельного агента может иметь и положительный участок, положительный наклон, и с отрицательным. Но для рынка в целом мы считаем, что эффект замещения действует сильнее, и поэтому предложение труда имеет положительный наклон. Все просто. Спрос на труд имеет отрицательный наклон, предложение труда имеет положительный наклон, эти функции пересекаются в одной точке, и вот оно, равновесие на рынке труда. Равновесие на рынке труда позволяет нам определить реальную занятость, L со звездочкой, и реальную заработную плату. Если мы знаем, какая у вас занятость, мы можем поставить эту занятость в производственную функцию и получить выпуск. Все понятно? Пока. Хорошо. Так. Ну, так схотелось. Вы можете переписать на R большое. Это же обозначение. И когда я определяла обозначение, я сказала, что R маленькая – это номинальная арендная стоимость капитала. Важно, что каждый из этих переменок является номинальной переменной. Собственно говоря, мы дальше будем работать с заработной платой. Арендная стоимость капитала нам больше не понадобится. Так вот, значит, возвращаясь к этому графику. Важно то, что мы с вами облучили выпуск, исходя из рынка труда. А на рынке труда мы определили равновесную занятость и равновесную заработную плату. При этом, обращаю ваше внимание уже сейчас, сейчас мы к этому еще раз вернемся, что результат, то есть равновесие на рынке труда, зависит не от конкретной цены, он зависит только от соотношения между номинальной заработной платой и ценой, от реальной заработной платы. То есть то, сколько товара будет произведено, не зависит от уровня цен, если реальные показатели не изменяются. И это очень важно. Сейчас мы это с вами дальше увидим. Так вот, что касается... Давайте сначала поговорим, как определяется выпуск, а потом обернуться к предыдущему слайду. Раз уж мы начали говорить о левой части этого графика, давайте дополним этот график правой частью. Левый верхний график – это рынок труда, под ним производственная функция. Это то, что мы только что видели. А теперь мы определяем выпуск и хотим нарисовать функцию совокупного предложения. Принято в экономике, когда мы рисуем совокупное приложение, параметры активности, например, выпуск, ставить по оси абсис. А на производственной функции выпуск стоит на оси ординат. И поэтому нам нужен вспомогательный график, который состоит только из бисектриса угла. Его цель – отразить ординату на абсис. Так вот, смотрите, что мы видим. Мы видим, что выпуск, определенный равновесием на рынке труда, дает нам совокупное предложение на уровне Y со звездочкой. И при этом я обратила внимание на то, что этот Y со звездочкой не зависит от уровня цен. Потому что у классиков, как я сказала, цены и заработные платы гибкие. И если вдруг уровень цен подстраиваем, меняется, например, растет в два раза, не обсуждаем, почему сейчас, предположим, уровень цен вырос. Номинальная заработная плата тоже растет в два раза, тут же. Реальная заработная плата не изменяется. Равновесие на рынке труда не меняется. Занятость не меняется, выпуск не меняется. И поэтому совокупное предложение не зависит от уровня цен. Возвращаясь тогда к предыдущему слайду. А что же тогда может изменить выпуск? Выпуск может изменить только если что-то происходит на рынке труда. То есть если меняется либо спрос, либо предложение. Факторы спроса могут быть технология, потому что более качественная технология, лучшая технология приводит к тому, что предельный продукт труда растет, и функция спроса сдвигается вправо. А могут быть налоги, которые могут влиять на спрос и на предложение труда, в зависимости от того, какую заработную плату мы подставим на оси ординат. Более подробно будем говорить об этом позже. И также фактором предложения труда является миграция. Если население становится больше, рабочей силы становится больше, предложение труда растет, занятость растет. Если наоборот имеет место и миграция, предложение труда сокращается, занятость сокращается. Вот такие факторы у нас влияют на равновесную занятость и влияют на совокупное предложение, но не уровень цен. То есть совокупное предложение может сдвигаться влево или вправо под влиянием факторов, влияющих на рынок труда, определяющих рынок труда, но при этом совокупное предложение остается вертикальным. И я уже объяснила, почему. Потому что заработные платы и цены гибкие. Хорошо. А что у нас с совокупным спросом? Совокупное предложение обсудили. Совокупный спрос, как вы понимаете, это спрос всех макроэкономических агентов. И в классической теории совокупный спрос базируется на так называемой теории денег, количественной теории денег. Это количество денег было предложено Юмам в конце 18 века. Представляете, как давно? И является, вероятно, наиболее старой экономической теорией, используемой до сих пор. В соответствии с этой теорией, в соответствии с этой теорией, люди держат деньги для того, чтобы совершать покупки. И поэтому должно выполняться следующее равенство. МВ равняется ПЮ, где М – это денежное предложение или количество денег в обращении, В – скорость обращения денег, П – это уровень С, и У – это реальный выпуск. То есть, П умножить на У – это номинальный выпуск. И у этого торжества есть очень простое объяснение. Мы произвели некоторый выпуск У, продали его по цене П, то есть стоимость проданной продукции – это П-У. С помощью чего мы ее купили? С помощью денег, которых у нас М. Но при этом каждая денежная единица могла участвовать в обороте не один раз, а в среднем В. И поэтому сколько денег мы всего потратили МВ? Получается, что МВ равняется П-У. Это тоже действие. И это тождество рассматривается классиками как совокупный спрос. Если из этого тождества вывести У, мы получим, что У – это есть МВ, деленное на П. То есть совокупный спрос – это гиперболическая функция относительно цен. А дальше, если мы на одном графике нарисуем совокупный спрос и совокупное предложение, мы получим общий макроэкономическое равновесие. При этом, как вы понимаете, выпуск продолжает определяться только стороной предложений, только рынком труда. А вот уже уровень цены определяется совокупным спросом. И если совокупный спрос будет меняться, попробуйте мысленно сдвинуть совокупный спрос вверх или вниз, то это повлияет на уровень цен, но выпуск никак не изменится. Отсюда действует важный вывод классической теории, что совокупный спрос определяет только уровень цен, выпуск определяется положением привоза совокупного предложения, то есть действует так называемый закон СЭЯ. Закон СЭЯ в разных учебниках формулируется по-разному. Наверное, самое простое и самое известное определение закона СЭЯ, что предложение рождает спрос. Ну или более понятное то, что я предлагаю на слайде, то, что спрос полностью поглощает весь произведенный объем продукции. И это означает, что если рынки совершенно конкурентны, цены и заработные платы абсолютно гибкие и вообще выполняются предпосылки классической теории, то все, что было произведено, обязательно будет продано. Вопрос, по какой цене. Вот спрос определяет цену, но продано будет все. Второй важный вывод из классической теории заключается в том, что экономика характеризуется нейтральностью денег. Понятие нейтральности денег означает, что если меняется денежное предложение, то номинальные показатели, такие как цены и заработная плата номинальные, будут меняться пропорционально. А реальные показатели, например, выпуск реальный, они не изменятся. Откуда это следует? Это следует из того же уравнения классического количества на теории денег. Если меняется денежное предложение, меняется совокупный спрос. Но выпуск остается неизменным. Значит, Y констант. Скорость обращения денег это современная, которая практически константна. и поэтому, как только меняется денежное предложение, чтобы уровень и количественной теории оставалось верным, должны пропорционально изменяться цены. И вот она нейтральность денег. Вот то, о чем я только что сказала. Если мы поменяем совокупный спрос, потому что денежное предложение выросло в раз, это приведет к тому, что цены тоже выросут в раз, при том, что скорость обращения денег и выпуск постоянные. И значит, нейтральность действует в экономике. Что же тогда мы можем сказать про деловые циклы? А в классической теории деловые циклы вообще не существуют. По крайней мере, в традиционном понимании, как отклонение выпуска вокруг тренда. Потому что любое изменение, которое происходит с выпуском, оно может происходить только из-за того, что возникли какие-то изменения на рынке труда. А любые изменения, которые происходят на рынке труда, сразу же затрагивают и совокупное предложение тоже. И поэтому, как только меняется либо спрос на труд, либо предложение труда, двигается совокупное предложение труда, и поэтому любое изменение является постоянным. Мы не можем говорить о существовании каких-то временных отклонений выпуска вокруг тренда. То есть, да, возможны периоды падения выпуска. Например, если падает спрос на труд, тогда, раз если спрос на труд упадет, выпуск упадет, и предложение совокупное тоже упадет. Как, например, на этой картинке. Спрос на труд сократился, равновесная занятость упала, равновесная заработная заработная плата упала, выпуск упал, совокупное предложение сдвинулось. Но это, опять-таки, не деловой цикл в классическом понимании, в традиционном понимании, как отклонение вокруг тренда. Это постоянное изменение из-за изменения совокупного предложения. Из-за чего могло такое происходить? Из-за чего мог, например, сократиться свой рост на труд? Например, из-за налогов. То есть, если государство проводит какую-то политику, например, политику увеличения налогов, это может сократить выпуск. А чтобы этого не происходило, лучше оставить экономику так, как она есть. То есть, выводы относительно государственной политики очень простые. Так как рынки конкурентные, то конкурентная равновесие обеспечивает эффективное распределение. То есть, другими словами, рынки работают эффективно без государственного вмешательства. Если проводить монетарную политику, то есть, изменять денежную массу, то это бессмысленная операция, потому что приведет только к изменению уровня цен. А выпуск не изменит. И так как государство не может эффективно стабилизировать экономику на макроуровне, то лучше ее вообще не трогать. То есть, классики придерживаются принципа ЛСФР. Принцип ЛСФР означает оставьте в покое. Но классиков критиковали. Почему критиковали и с чем это было связано, мы с вами обсудим в понедельник. Да, конечно. Да. Я не слышу вас вообще. Я вас не слышу, куда дико задает вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ